Слава Богу Но когда я стал верующим, начал читать Писание, и я увидел, что там очень много, от Откровения до Откровения, очень много говорится о Божьей славе. И мне пришло такое желание, жажда, чтобы исследовать этот вопрос, и Господь мне открыл, что это такое, и как мы должны к этому относиться. В Писании пишется, что есть слава Солнца, слава Луны, слава звезд, слава человека, то есть разные виды славы. Если на земле людям дают какие-то награды, таланты, спортсменам дают, люди их прославляют, певцов прославляют, то это человеческая слава. Есть также бесславные поступки. Есть дурная слава, когда человек прославляется тем, что он сделал много беды кому-то, много ограбил, много зла сделал. Но это дурная слава, нам это не надо. Но есть слава, которую люди прославляют других за какие-то хорошие и добрые дела. Но есть слава Божья. Нам нужно вести славную жизнь, а не примитивную, бесславную. Но не для того, чтобы возгордиться и говорить «слава мне», а воздавать всю славу Богу. Потому что все доброе, что мы достигаем, это благодаря Богу. Поэтому мы всю славу отдаем Богу. Но, конечно же, мы хотим не бесславную жизнь, а чтобы эта жизнь наша была славная, нормальная, радостная, славная жизнь. И Бог хочет прославить нас в Иисусе Христе, в Сыне Божьем. Иисус говорил «Отче, прославь меня». В Исаии 60 глава 2 ростих написано «Слава Его явится над тобою». В Исусе 3.23 говорится о том, что все люди согрешили и лишены славы Божьей. А в Исусе 2.7.11 написано, что в добром деле люди ищут славы. Исайя 42.8 «Я Господь, это мое имя, и не дам славы моей иному, и хвалы моей истуканам». И вот многие верующие прочитали, что «не дам славы моей иному». Ну, они как бы этот вопрос уже закрывают. Ну, Бог достоин славы, а мы что там? Мы нет. Но исследуя Писание дальше, мы находим, что Бог хочет нам дать славную жизнь. Бог хочет, чтобы мы были сынами Его, славными сынами, а не бесславными, какими-то грешниками, какими-то бедными неудачниками. Исайя 49.3 сказал мне, «Ты раб мой, Израиль, тебе я прославлюсь». Исайя 61.2 «Восстань, святись, Иерусалим, ибо пришел свет твой, и слава Господня взошла над тобой». Исайя 62.3 «И будешь венцом славы в руке Господа и царской диадемой над ланей Бога твоего». Аввакум 2.14 «Ибо земля наполнится познанием славы Господа». Опять слава. Исайя 6.3 «Вся земля полна славы Его». Луки 9.34 «Когда же Он говорил это, явилось облако и осенило их, и устрашились, когда вошли в облако славы». Это было облако славы, не просто облако какое-то дождевое, каких-то водяных порог, это было облако славы. Иоанна 11.40 «Иисус говорит ей, не сказал я тебе, что если будешь веровать, увидишь славу Божью». 2 Коринфянам 3.18 «Мы же все открытым лицем, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ, от славы в славу, как Господня Духа». 2 Коринфянам 4.6 «Потому что Бог, повелевший из тьмы во сей от свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божьей в лице Иисуса Христа». Опять здесь говорится «от славы» и в данном случае «познание этой славы Божьей». Опознание – это означает соединение, это переживание совместное. И Бог нам дает такую привилегию познавать славу Божью. Колоссянам 1.27 «Которым благовелил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, в которой есть Христос в вас упование славы». Это вообще очень мощно. То есть Христос в нас – это упование славы. И это тайна. Раньше для язычников это было закрыто. Только Израиль, который верил в Бога, мог наблюдать явление славы Божьей. И это было, когда построили храм. Тогда явилась такая густая слава. Вот это облако славы явилось, что даже люди не могли стоять. Римлянам 5.15.7 «Посему принимайте друг друга, как и Христос принял вас в славу Богу». То есть мы будем жить в присутствии Божьей славы. 1 Фессалатинцев 2.12 «Вот как поощряли мы вас, утешали вас и побуждали жить так, как угодно Богу, кто призывает вас приобщиться царства и славы своей». Видите, тут и царство приобщится, и славы Божьей. То есть мы будем иметь общее что-то со славой. Не то, что Бог сам во славе пребывает, а люди как-то так в стороне. Нет, Он хочет принять нас в славу свою и в царство свое. В Солом 8.6 «Слава и честью увенчал человека, поставив его владыкове над делами рук твоих». Исход 40.34 «И покрыло облако скинью собрания, и слава Господня наполнила скинью». Вот эта слава Божья, она похожа на облако. Только это не водяные пари, это густая такая слава в присутствии Божьей. И в этом присутствии совершаются великие чудеса. Даже люди исселяются, у которых нет руки, вырастает рука. Или там нету глаза, вырастает глаз. То есть в славе Божьей огромные чудеса совершаются. Второй пароль павенол 7.2 «И не могли священники войти по причине, не облаком». Псалом 18.2 «Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук его обещает дверь». Даже небеса, они проповедуют славу тем, что они есть, вот этим великолепием, красотою, они уже проповедуют славу Божию. Откровение 21.23 «И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освящения, ибо слава Божия освящает его, а светильник его Агнец». То есть слава Божия, она даже проявляет такой свет. 1 Коринфянам 15.40 «Иная слава небесных, иная слава земных». Эпсалом 103.31 «Да будет Господу слава веки». Псалом 105.1 «Славьте Господа, ибо Он благ». В притче 3.35 «Мудрее наследует славу, а глупее – бесславие». Так что да поможет нам Господь быть мудрым и наследовать славу, жить в Его славе, в Его присутствии. Господь не упрекал Петра за то, что он три раза отрёкся, но простил его и дал ему доверие в великое служение. Он сказал «Паси овец моих». То есть Бог сделал его таким великим апостолом. В притче 2.29 «Слава юношей и сила их». Римлянам 2.10 «Напротив слава и честь, мир всякому, делающему добрый». Римлянам 2.7 «Тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, жизнь вечную». То есть дал Бог жизнь вечную. Так что это нормально – жить и искать славы, чести и бессмертия. Это нормально, это хорошо. Только при этом не возгордиться, а говорить «Слава Богу», потому что Бог нам даёт эти способности. Исаия 60 стих 2 «И слава Его явится пред тобою». Ио 29 стих 20 «Слава моя не стареет, вот такое интересное замечание». Филиппийцам 4.19 «Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом». То есть наши нужды, они тоже восполняются в славе, когда есть славное присутствие. Наши все нужды решаются быстро и просто. Салон 91 «Благо есть славить Господа». Луки 5.26 «И ужас объял всех, и славили Бога, и, быв исполнены страха, говорили, чудные дела видели мы ныне». Есть в еврейском языке такие слова «шехина» и «кавод». Они обозначают разные виды славы, разное присутствие. «Господь хочет прославить нас, чтобы у нас была славная жизнь». 1 Царство 2.30 «Ибо я прославлю прославляющих меня, а бесславящие меня будут посрамлены». Тело Иисуса Христа было прославлено на горе Преображения. И настолько сошла сильная слава, что тело Иисуса Христа начало светиться, и даже одежда его светилась. Иоанна 17 стих 22 «И славу, которую ты дал мне, я дал им». То есть ученикам своим. Это говорит Иисус Христос. Иоанна 11.40 «Если будешь веровать, увидишь славу Божию». Римлянам 9.23 «Приготовил нас к славе». То есть мы видим, что по всему Писанию, с Бытия до Откровения, очень много говорится о Божьей славе. Нам эту тему знать и понимать, и жить таким образом, чтобы наша жизнь не была какой-то бесславной, а чтобы она действительно была славной, как подобает жить Божьим детям, Божьим сынам. И Господь нам в этом помогает. Нужно размышлять об этом, изучать Писание, молиться об этом. И Экин. Субтитры создавал у себя.